всем привет народ с вами снова рик снова dark souls наш персонаж dexter это и что нам остается делать нам остается убить куэллак сислис дисчардж как он по-русски называется ощущение помню абсолютно и уже наверное мы пойдем бить убивать горгули наконец-то и будем убивать оставшихся боссов принципе этот планирую постараюсь особо не задерживаться как раз к нам инвейдит милдред про который я почему-то абсолютно забыл я тут дорога дорогуша так блин ребятки отстаньте от меня все дружно блин а ты зараза такая да было бы забавно если я умер от милдред было бы нифига не смешно может быть кому-то так следующий наш шаг мы идем к лак можно конечно было бы одеть это колечко не помню как он называется которая помогает нам быстрее ходить по воде но тем не менее здесь я хочу немножко попробовать поворачиваться от данных дружков ибо могу надо себя тренировать и идем бить куэллак я предлагаю попробовать убить куэллак в одиночку мне кажется так это будет поинтереснее в конце концов потому что чуть-чуть забегая вперед в дальнейшем с dark souls я планирую делать челленджи я планирую осложнять себе как-то задачу и соответственно собирать у себя какие-то вещи и так далее и таким образом мне будет сложнее проходить боссов я считаю что это будет интересно посмотреть вам это будет интересно поделать мне ну заставочку мы в общем то видели уже используем кристальное оружие магия используем кристальное оружие магия если держать двумя руками то в принципе и не так уж и сложно убивать давай подруга дней моих суровых вау ооо повезло опять повезло оружие в опасности эээ взрыв повезло опять повезло везет мне везучий я сегодня явно двумя руками надо было ее долбить тупанул вдобавок у меня опять меч сломался да опять ей придется использовать что ж такое вау чудом каким то я от нее уворачиваюсь на мой взгляд потому что она меня в общем то может убить достаточно просто ну давай давай есть ну как видите особо все таки сложным буй не был главное уметь уворачиваться от ее атак чего я кстати говоря ее делать вообще не умею мне абсолютно сейчас повезло но тем не менее 80 штук получаем сейчас сразу же пойдем звякнем в холокол и сразу же я думаю убьем сислер с дисчарджер который тентикл диабло как я его называю это мы все видели косточку возвращения получаем значит я предлагаю не ходить тут в а хотя ну блин даже не знаю если мы нет ладно давайте все таки сходим и просто мне что меня смущало это то что если мы сейчас здесь сядем за костер то нам придется долго бежать назад потом но тоже в то же время если я здесь не сяду то когда я получу эту чашу я не смогу сюда протонуться и мне придется идти достаточно далеко так ну в принципе что у меня тут в общем то от тебя мне ничего не нужно наверное правильно усилить флягу с эстусом нет у меня флягу с эстусом можно ее конечно убить получить у меня же и так если не ошибаюсь максимум ну да поэтому мне это не нужно значит садимся за костерчик сразу же я думаю давайте апнем себе уровень апаем здоровье и в общем то наверное его уже трогать не будем тоже в следующем посмотрим что у нас останется надо вообще подсчитать сколько у меня остается потому что я не хочу превышать 120 уровень чтобы потом пвп заняться на данном персонаже но в целом я планирую либо теперь вкачаться в силу чтобы взять более сильные мечи такие как у вашинг пол они не настолько как бы они тоже хорошие сами по себе то есть я бы не сказал что прям он гораздо лучше и я по-любому буду его использовать но мне просто кажется что это будет достаточно интересно интересный опыт для нас для всех сисли здесь дисчарджа я уже показывал как его убивать очень просто сейчас я сделаю это еще раз только просто теперь более конкретно при этом при этом постараюсь сам не умереть иначе это будет крайне тупо оказывается армор который здесь лежит это армор одной из его сестер если я все правильно понял поэтому когда мы берем этот армор он очень сильно злиться начинает так ему дело для нас дело до нас нету никакого сисли здесь чарджа в принципе сложный способ как его убивать это забегать в проход который сейчас я вам буду через него пробегать и просто ждать когда он атакует своей самой длинной клешней и после этого соответственно уворачиваться от клешни и бить клешню это стандартный вариант смотрите ждем когда он использует атаку вот эту а теперь сразу же начинаем бежать как сумасшедшие нафиг если все правильно получается он нас не достает и таким образом мы пробегаем аж до до тумана через который мы только что прошли всякие клоранти ринг и гра скресс щилд и всякие вещи которые регенят вам стамину крайне приветствуются потому что как видите чтобы все это получилось вам нужно бежать нон-стоп почти что и если вам нужно отрегенить стамину то нужно это делать как можно быстрее конечно простой способ вообще просто взять и скушать один гринблоссом тоже вариант но я выбрал немножко посложнее ждем его атаку и просто начинаем его атаковать как видите если бы я убил просто так я бы убил достаточно долго но если есть такой способ почему бы его не использовать вот в принципе и все пропускаем кат-сцену почему у меня косточки не выбраны используем косточку чтобы особо время не тратить посмотрим что мне можно сейчас сделать и в принципе так на левел у нас не хватает давайте посмотрим значит чтобы мне одеть к примеру вашинг пол мне нужна сила 20 в принципе без проблем можно сделать при этом мне еще нужен интеллект 32 если не ошибаюсь чтобы держать кристалл каталист который падает слогана чтобы таким образом я мог короче говоря количество всей магии у меня удвоится если у меня будет этот каталист соответственно тут получается 7 и тут получается 6 6 плюс 7 это у нас 13 вот видите не получается уже получается 13 вот если бы было 12 было бы здорово а так не получается ну ладно посмотрим еще может быть 121 будем в идеале так ладно значит теперь мы отправляемся назад самый быстрый путь у нас будет какой у нас будет самый быстрый путь то по лифту вверх правильно ну да и к фаерлинг шрайну другому никак достаточно долгий путь но тем не менее ну давайте пока что тогда поговорим о том что я планирую делать в будущем значит следующее свое прохождение dark souls я планирую делать несколько челленджей первые которые у меня есть на уме это не столько челлендж сколько просто прохождение очередное но все таки с небольшими усложнениями которые я сам для себя сделаю пока что на уме у меня это полноценный сорсерер то есть волшебник который будет кучу всего кастовать достаточно мало атаковать мечом и блокировать щитом но как бы без этого никак ох ёлки палки это было неожиданно что-то я как-то используйте деревья они навсегда помогают сейчас меня чувствую прилетит булыжник да почти значит это будет сорсерер и какие я ограничения хочу себе ввести это никакого хейвелс ринг никакого рингу фейворен протекшн и ну как бы зачем я это делаю для того чтобы мне сохранить мою ловкость сорсерера который будет ходить в мантии соответственно и при этом чтобы у меня не было никогда желание одеть армор хейвелла потому что я не могу убить какого-то босса как бы такая у меня мысль в голове сидит это как бы я думаю и будет не особо сложный челлендж какие-то у меня опять лаги начинаются непонятные не особо у нас не будет тяжелый челлендж но тем не менее я за сорсера полноценного еще ни разу игру не проходил мне это будет крайне интересно а уже после сорсера посмотрим может быть я сделаю то что я делаю сейчас смысле убьем всех кого возможно до горгулий только уже не в нью гейм пласт либо может быть что там еще более интересное ну посмотрим это как бы еще дела дальние в дальнейшем я все таки планирую повышать свое мастерство в данной игре и я думаю прохождение игры у меня будет занимать не 40 видео как у меня самое первое это заняло гораздо меньше еще один момент который мне если честно очень стыдно я совсем недавно об этом узнал я узнал одну очень клевую вещь про dlc что я заблудился немного про dlc оказывается есть один момент который очень сильно связан с волком сифом и поэтому я вам не буду спойлерить хотя я думаю большинство из вас и так уже все это знают сами но смысл в том что dlc эрию нужно пройти до битвы с сифом с волком я имею ввиду если кто-нибудь уже спутает его с другим драконом господи но что за фрейм дроп кошмар какой и еще один момент я узнал как нужно убивать дракона в deal серии я же так сказать первом прохождении его так и не убил и я планирую это и попробовать сделать здесь в нью гейм пласт я думаю это будет крайне тяжкое занятие ну посмотрим еще бучу видно будет слишком много орете уважаемый упс не та кнопка и опять точнее уже теперь то но немножко рановато попробуем еще раз почти получилось это частичное парирование было вот другое дело блин уже получше на всякий случай опять отхилимся не хочу умирать рано опять рано ладно с того я думаю кстати говоря я опять забыл проапгрейдить точнее проапгрейдить отремонтировать свою шмотку это еще что такое вот третий забавно если я сейчас не заметил рано рано ой чувствую этот умру сейчас нафиг ну вот вот что значит тренируемся парировать не особо подготовленные при этом ну давай сволочь быстрее время чуть мне кажется что нужно как-то это все пораньше делать я тебе покричу да чудом я не умер так ладно я думаю пора с этим заканчивать все чем это закончится либо это тумру нафиг либо конец то на тебе сволочь в пузо буду тренировать себя все таки лучше в парировании как вы это видели на этих мобах это относительно просто делать хотя как видите я все равно при этом лажал не знаю кто поэтому наверное все таки не так просто ммм далее значит чем что у нас еще остается у нас остается Asylum Demon который которого я так до сих пор и не убил по той простой причине что до сих пор не открыл лифт в к колокольне без него соответственно без этого лифта мы туда попасть не сможем в Asylum соответственно остается еще Гаргули и остается еще три босса можем даже знаете как сделать мы можем сейчас убить Гаргули и звякнуть в колокол пройти быстренько сенс фортрес кстати говоря голем этот остается еще да и дальше заходим в кстати еще елки палки еще же смуг и Орнштайн что-то я про них вообще все забыл короче говоря еще видно будет еще один момент который я планирую попробовать сделать это убить смуга и Орнштайна тоже в одиночку без призыва Солера или кого-нибудь еще мне кажется это будет сложно но это будет интересно посмотреть ну ладно еще видно будет так вот мы наконец-то у фаерлинг шрайн опять на левел нам еще не хватает и теперь мы идем быстренько откроем колокольню часовню точнее ну или церковь как вам более удобно и привычно давайте предлагаю всех быстренько просто пробежать что у меня за фпс дроп что такое не круто абсолютно так вас ребятки я игнорю извиняйте ай-яй-яй к сожалению они не игнорят меня у меня вообще мысль одна появилась можно сейчас при том что у меня есть два фонаря нужно пойти к смугли и обменять один фонарь на рингу рингу фок таким образом вот такие вот забейки будут для меня гораздо проще так благо виверну мы в свое время убили которое как бы дракон но на самом деле не дракон так ну в принципе пойдемте сразу я думаю оттуда пробежим ничего страшного ай-яй-яй читер сказал я и сам отхилился ай-яй блин а ворота-то закрыты я их сам закрыл точнее не открыл в какой-то момент из-за того что убивал кабана глупо 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 с моей стороны ну ладно ох блин ох блин это очень плохо это очень нужно спасибо за просмотр если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые а так же лайкайте и комментирую Если у вас есть такое желание Еще раз спасибо за просмотр С вами был Рик, до скорого